Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». В ближайшие 45 минут мы будем с вами говорить о матчах сборной команды России, о чемпионате России, о Лиге чемпионов, о Лиге Европы. Вы можете себе представить, какая объемная и обширная программа нас ждет сегодня в программе «Все грани мяча». Вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Иваном Маркеловым, Константином Щербиненко, Илья Розенбла. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Конечно, футбольных, по-настоящему футбольных событий было достаточно много. Как я уже перечислял, да, и сборный, и чемпионат России, и Лига чемпионов, Лига Европы. Хочу обратиться, Иван, к тебе. Я знаю, ты вот из всех присутствующих, мне кажется, больше всего переживаешь за сборную команду России. Прямо очень. Да, я знаю, что очень и очень переживаешь. Скажи, пожалуйста, да. Ну, прежде всего, я хотел, может быть, давайте напомним себе и нашим телезрителям, как закончились два матча, которые провела сборная команда в рамках подготовки чемпионата мира, который пройдет в Москве уже совсем-совсем скоро. Итак, сборная команда России, сборная Южной Кореи 4-2, и сборная России, сборная Ирана сыграли в ничью 1-1. Иван, то, что проводит команда нашей сборной, эти матчи, каким-то образом будут очередной, не знаю, ступенькой или очередным шагом к тому, чтобы наша команда набрала сок, что называется, и в 2018 году вышла как минимум в финал. А, как минимум? Ну, как минимум. Не знаю, ну, мне кажется, что черчевая ситуация, конечно, сложная, и уже который матч играется разными составами, насчет Сока, честно, не скажу, но мне, будь читал, советский спорт, не помню, какой выпуск, понравилась, в принципе, статья о том, что нам нужно еще несколько игроков, таких как Рауш, потому что как-то либо это несыгранность, либо, я не знаю, как это назвать по-другому, но, например, те же самые фланги в сборной вообще отсутствуют, и нету таких бегунков, которые бы работали по флангам и отдавали передачи, поэтому, ну, понятно, что... Черчесов не пошел по этому пути, он не будет играть с бегунками фланговыми, а будет играть через центру. Они нужны, но если мы во всех играх видели, что центр у нас вообще не рабочий, нету человека раздающего передачи, потому что Дзагоев сломался, а все остальные как-то на эту роль, ну, мне кажется, не сильно тянут, поэтому пока идет, скажем, такая настройка, он пытается найти сочетание, но тяжко. Илья, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, игра сборной команды России, конечно, ее можно разбить на два матча, да, это с Южной Кореей и с Ираном. Игра нашей команды, нашей любимой сборной команды России, на игру какой команда тебе, вот больше, как тебе кажется, похожа, имеется в виду клубной команды? Ну, она похожа, а вот я сейчас такую вещь тебе скажу. Нет ощущения, что сборная России по футболу начинает чем-то напоминать хоккейную сборную. Ого! Вот это интересное такое предположение, Сергей. Не, ну, смотри, во-первых, у сборной есть желание. Ты где? Проснись. Подожди, сейчас правильно прозвучало, есть желание. Смотри, первое, есть желание, абсолютно у всех игроков, кто выходит в последний матч, есть желание, есть настрой, на сборную приятно смотреть, пусть не все получается. Второе, из лучших лиг появляются футболисты в сборной, я понимаю, Штеттеры, Прорауша. Ну и третье, как-то мне показалось, какие-то уже тройки появляются клубные в сборной. Или, по крайней мере, они угадываются, и какая-то вариативность у Черчеса в этом плане может быть. И вот у меня единственная досада, что нет в сборной Денисова. Чтобы, ну вот, не знаю, все-таки надо как-то с этим попробовать разрешить, потому что у нас человека, кто играл бы в центре и цементировал бы оборону, просто нет, на мой взгляд, скромных. Константин, по поводу Денисова, есть ли у него шанс, потому что в Локомотиве, да, он играет, на мой взгляд, одну из солирующих скрипок, если так можно сказать, футбольных. Я, естественно, не знаю, почему все-таки еще Черчесов не вызвал Денисова. Это капитан команды, Локомотив, и вот по его показателям можно сказать, что он, я несколько раз присутствовал на матчах Локомотива, домашних, видел, что вот свою ответственную зону он полностью выгрызал, выдирал, наравне как с Тарасовым. Ну, Тарасов вызывается, да, Денисов, я думаю, что его время еще придет, если он также будет показывать свою игру, почему нет? Он на чемпионат мира 2048 года, он обязательно, он себя еще покажет. Он себя покажет в качестве тренера, да, или аналитика. Ну, в общем, шутки шутками, но вот футболисты Локомотива, как мне кажется, в этих двух встречах, что Тарасов, что Миранчук, да, брат, ну, Алексей, он вообще даже забил. Антон в предыдущей встрече вот в товарищеской игре с Динамо также забил. И, в принципе, игроки Локомотива выделяются на общем фоне. Ну, и, в принципе, мне кажется, вот вопрос, адресованный Илье, на какой клуб, в принципе, похож. Плохо уже сборная, но, мне кажется, вполне и с Локомотивом можно где-то сравнить. Команда идет, как бы, своим путем к победе. Кто знает, Олег, может, мы увидим их в финале чемпионата мира. Я знаю, на какую команду походят. Так, хорошо, давай. На Халсити. А, на Халсити. Хорошие чередуются с плохим. Команда неожиданность. Вот мне вообще Илье хотелось задать вопрос, он сказал, что появилось желание. Тройки. Нет, появилось желание. Второе, появились игроки высококвалифицированные. И спрашивается, у меня напросился вопрос, третий, а когда появится технику у этих игроков, кроме желания? Техника есть, просто у нас в России тоже есть автопром, да? Ну, то есть, в принципе, да, я соглашусь. Но она едет же. Но она едет. Сергей. Рауш-то взяли? Да. Из Германии. Рауш классный, кстати, мне понравился. Сергей, вот на твой взгляд, на какой клуб похожа наша сборная? Сейчас скажу на какой. Илья, я продолжу тему, где взять игроков. Ну, в принципе, там еще рынок и немецкий, и европейский. Там много играет наших бывших соотечественников. У нас у кинотеатра сейчас рынок. Ассимилировать, да? Ассимилировать. А похож, я не знаю. У меня сейчас внучка растет, мы песенки слушаем детские. Там есть такая песенка, помнишь, если мой щенок похож немного на бульдог и на ног. Непонятно на что похожа сборная. Даже Илья прав, там, может быть, какие-то связки ищет. Но это интереснее всего, я много раз говорил, товарищеский матч это кухня тренеров. То есть смотрят тренеры, связки, игроков просматривают. Так что, как зрительская, для зрителей игра особо не впечатляет, действительно. А то, что вот мы будем играть с Бразилией, впечатлит? Ну, я думаю, к Бразилии уже подойдут как-то более серьезно и будут более серьезный подбор игроков. То есть не будет уже проверки на дорогах, что называется? Я думаю, вряд ли. Потому что сейчас реально идет проверка на дорогах, да? А вот именно в Бразилии, с кем они там еще наметились? В Испании, в Испании, в Иргентине. И Аргентину наметили. Скорее всего, там будет уже, это будет уже действительно проверка, что стоит сборная. Костяк какой-то мы увидим, может быть, уже к этим сборным играм. Ну, будем надеяться. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните. Давайте пообщаемся. Мы переходим к следующей теме. И как бы хотелось немножко завершить. Сборная команда России, наша, действительно, она сейчас собирается. Какой-то такой условный кубик Рубика, да? И вот Черчесов, на мой взгляд, пробует и так построить, и так построить, и так построить. Инструкции в журнале, помните, «Наука и жизнь», по-моему, да? Или где там была такой инструкции вечных побед, конечно, не существует. Ну, а пробовать любой тренер имеет право. Как говорится, да, удачи, удачи нашей сборной. А мы переходим к чемпионату России. Состоялся 13-й тур, который принес нам различные результаты, какие мы узнаем прямо сейчас. Итак, Амкар, Тосна, 0-0, Зенит. Самый, наверное, неожиданный результат. Дома уступил Тульскому Арсеналу, который занимал низшие места, да, в турнирной таблице. Ростов-Рубин, Курбан-Гердеев встретился со своей бывшей командой и обыграл ее. Уфа-Локомотив. С одной стороны, кажется, Локомотив должен был побеждать, а с другой стороны, Уфа не должна была проигрывать. Краснодар-ЦСК, на мой взгляд, не только центральный матч Тура, но и игра, которая держала в напряжении все 90 минут. Урал-Анджи, да, Урал победил Дома и не стало каким-то там открытием. И барабанная дробь, Динамо, Ска-Хабаровск, Дома обыгрывает 2-0. И Ахмат, Спартак, Спартак на выезде побеждает в Грозном 2-1. Что хотелось бы сказать, пока мы не начали обсуждение конкретно по матчам. Немножко статистики моей любимой. Один из самых незабиваемых туров, да. И есть одно маленькое но. Наконец-то, с августа месяца, Динамо не только забивает мяч, но забивает Аш-2. И единственная команда этого тура, которая выиграла свой матч с разницей в два мяча. Итак, друзья мои, давайте перейдем к матчу, центральному матчу этого тура Краснодар-ЦСК и поговорим о том, как не только закончился этот матч, а мы видим, что счет на табло был зафиксирован 1-0. Ну и о тех событиях, которые происходили во время этого матча. Илья, к тебе вопрос. В одной группе, я такую раскрою маленькую тайну, в одной группе под названием «Все грани мяча». Мы обсуждали этот матч, да, и было много высказано мнений о том, что либо ЦСКА повезло, либо Краснодар недостаточно был готов, скажем так, к победе. Ну и болельческие переживания, да, которые были. Что происходило с тобой во время этого матча? Знаешь, если вот от сборной какие-то вопросы, вот они прям в явном виде вставали перед тем, кто смотрел эти 2D игры, то вот мне спрашивали в интернете, звонил тот и говорит, ну как тебе ЦСКА после каждого матча, ну как тебе мы? А это уже, знаешь, уже такой анекдот, как тебе играть ЦСКА, знаешь, такой, причем уже анекдот, отдающий Момо Виттону. А Гончаренко, вот последний, во-первых, хочу, не было ощущения, что вот картинка была абсолютно европейская, вот телевизионная, просто класс, видимо, есть стадион, именно вот как снимают, прям даже отличалось от московских стадионов, ну на мой взгляд, опять же. Видеоповторов так не хватило? Ну ничего, скоро будет. А Гончаренко сейчас, знаете, похож на такого дирижера провинциального оркестра, когда он ищет, кто влажает в оркестр, и дошел до контрфагота, говорит, сыграйте, пожалуйста, но туси, он говорит, а си бемоль, он говорит, играйте, что хотите. Вот и Гончаренко тусует нападающих, но, к сожалению... Забивают защитники. Не меняется ничего. Ну, ЦСКА полностью соответствует своему названию, клубу армии, и... Не пропустили, забили победу. Ну, а так, конечно, Краснодар был хорош в открытом бою. Хорош, я соглашусь, соглашусь с этим. Сергей, есть что добавить по этому матчу, потому что мы с тобой уже накануне, да, обсуждали, что называется, этот матч, а теперь хотелось бы уже и в открытом, и в прямом эфире сказать. На твой взгляд, ну ведь можно сказать, что ЦСКА не переиграл Краснодар? Ну, как сказать, Олег, с какой стороны посмотреть? У ЦСКА, понимаешь, опыта больше. И ЦСКА смог, забив мяч, именно удержать счет, додавить, перетерпеть где-то. И плюс мне хочется отметить очень классную игру у вратаря Акинфеева, но его был бенефиц, я думаю, в этом матче. Давно он так и стоял, тащил все, что можно, то есть такая надежность была и передавалась именно защитникам, которого ЦСКА меняются, была связка Магнашевича и Алексей Березуцкий, да? Да. Которые давно не играли уже, хотя они играли раньше-то. Ну и плюс еще Набабкин играл центрально. Да, получается, из-за травм, да, у ЦСКА изменилась немножко оборона. Ну, видите, как повезло, молодцы, сыграли 1-0. Так все-таки повезло. Не, ну повезло как, а там могло повезти всем, понимаешь, ну не сказать, что у Краснодара не было ни моментов, ничего. Там же действительно, мы уже говорили, что где-то спас вратарь, где-то не смогли использовать что-то они. А ЦСКА действительно сыграли, как, знаешь, более матерый мужчина, вышел там боксировать каким-то парнем молодым. Ну, Олег, надо сказать, что Краснодар насел последние минуты 20-15, очень серьезно, да, атакующие летуты раскрылись. И первые минуты 15-20. Ну, а может быть, ЦСКА специально отдали, понимаешь? Ну, отдали, да, и ЦСКА. А еще добавлю, ЦСКА угадали, они молодцы, они же ЦСКА как играет классно, когда на контратаках, да? То есть она не играет, не может играть с соперниками, которые... Ну, ЦСКА были несколько вот на атак, но они их не использовали. А Краснодар почему-то отдал игру, ой, не отдал игру, именно навязал такую игру, какую ЦСКА любит. ЦСКА молодцы, они тошли и давай на контратаках там... А мы любим, когда до нас дозваниваются наши телезрители, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да. Сереж, как это у Краснодара не было моментов? Нет, наоборот, вы не слышите. Пустые ворота не попадают, пустой угол ворот, два железных. Да, нет, вы не поняли меня, я говорю, наоборот, у Краснодара были моменты. И где-то Акинфеев, я говорю, спас. Я считаю, что Краснодар сыграл лучше, чем ЦСКА, армейцам просто повезло. Вот эти... А им надо учиться попадать в створ ворота. Тогда, когда это надо? Моментов они создали больше, чем армейцы, но они их не использовали. Отсюда все, но я, откровенно говоря, не думал, что армейцы вообще выиграют, зная, что четыре ведущих игрока не будут играть. Ну, получилось, как получилось, молодцы. Ну, я думаю, можно сказать так, три очка заслужены, но неожидаемы. Я не ожидал. Да, я тоже самое. Теперь по поводу сборных. Ты вот задавал вопрос, на кого не похожи, на себя не похожи. Так играет наша сборная, к сожалению. Они максимум выдерживают один тайм, на второй их уже нет. Они, извини меня, пешком ходят. И вот Рауш выделялся из всех, а потому что он не в российском играет, видимо. Поэтому он постоянно был в движении. Никто из других игроков в нашей сборной такого объема работ, к сожалению, увы, не показал. Соглашусь. Где нам взять один? Соглашусь. Ну что ж, поздравляю, Сергеич. Да, ЦСКА добыл, скажем так, три очка в Краснодаре, что уже очень и очень давно не делали армейцы. Тут, Олег, скорее всего, Краснодару не повезло, чем ЦСКА повезло. Потому что у Краснодара были моменты, они их не использовали. А ЦСКА вот такое мнение, что они, как знаешь, по инструкции, то и сам и действовали еще там. Нет, ну у ЦСКА тоже были моменты. Знаешь, Олег, на кого похожи ЦСКА? На Баварию. Или на Милан. Игроки меняются, а результаты ставят. Олег, к присутствующим вопросам. Как вы считаете, Шалимов пора? Нет, не пора. То есть не пора. Игра отличная у Краснодара. Нет, игра отличная, но результат, конечно, Краснодар вылетел. Просто может быть классным. Им сейчас оказывается встречаться, я сегодня только вечером узнал, они с Италией, по-моему, встречаются. С Швеции, да. Да, с Италией. Вот, видимо, он все перебирок на вот эти стыковые матчи. Ну, либо просто с Вердбовым они посидели накануне. Вердбовому не играть, а не с классным посидеть хорошо. Даже за полем приносят пользу. Это правда. Ну, матч действительно получился напряженным. И я уверен, что не только болельщики Краснодара или ЦСКА получили удовольствие от самой игры. Ну, кто-то может быть разный от результата. Но уверен, что и болельщики других команд также с удовольствием посмотрели этот матч. Потому что он был действительно очень вкусным. И порой не похожим. Картинка, картинка. Да, не похожим на те матчи, которые иногда показывают футболисты. Из Перми. Из Перми. Совершенно верно. Ну что ж, а мы переходим к следующему матчу, о котором хотелось бы поговорить. Потому что это не сенсация тура. Это не какой-то гром среди ясного неба. Но уверен, что болельщики заждались этого результата. Какого? Внимание на экран. Динамо Скахабаровск 2-0. И я слышу, как все динамовские болельщики от Камчатки до Калининграда сейчас аплодируют не только своей команде, но и друг другу. Сереж, давно мы не говорили, чего уж греха таить, о динамо в каких-то положительных тонах, положительных красках, эмоциях и так далее. И тут вот, пожалуйста, мой спич уже на полторы минуты. И теперь я жду обсуждения игры. Что произошло? Уволили Калитвинцева, назначили Хохлова, поменялась схема, пришли, не знаю, честолюбивые дублеры. Что в этом матче? Все сложилось. Четыре новых игрока я видел, показывали. Не новые игроки-то в обойме были. Просто Хохлов немножко добавил те, кто... Ну, они играли раньше, почему говорят. И тот же Ташаев, и Сапета, и Морозов. Получилось действительно, как ты сказал, смена тренера. Естественно, во всех матчах, как вот все тренеры потом говорили, что не все тренеры, все журналисты говорили, что когда сменяется тренер, действительно какой-то всплеск у игроков, хотят показать, доказать. Кстати, я читал где-то статистику, что порядка 80% при смене тренера в первом матче побеждаются. Один из факторов, согласен с тобой. И второй, что действительно немножко изменилась игра, и видно, что Хохлов хочет изменить игру, и как-то доверяет больше тому же Ташаеву, который стал героем матча, который сделал передачу голевую, забил мяч. Он играл же в дубле у него, и Морозов, и Ташаев. То есть это молодежь, и картридж, который сидел на замене, они все играли у него в дубле. Он это прекрасно знает, все их положительные, отрицательные стороны, что может этот игрок. И почему-то он действительно так прошел и забил. Действительно он знал это, я думаю, и говорил ему, что давай бей там, давай проходи. То есть у вас теперь еще один появился. Да, плюс у нас добавился тренер новой по физподготовке, румынский тренер, он был еще при Петреско, Дан Петреско. Оказалось, Хохлов его специально созвонился, вызвал его в Москву, и теперь он будет готовить. Потому что не было как такового, оказалось, что... Ну, был кто-то, но неизвестно, видно, не афишировали такого тренера по физподготовке. Ну, сейчас изменилось. Игроки говорят, да, у нас заменились тренировки, у нас изменилась и подготовка, и тактика изменяется. Так что, ну, я думаю, дай бог Хохлову, понимаешь, хочется верить, что это переломный момент. Ну, во-первых, мне самому нравился как футболист Хохлов. Да, он же умный футболист, действительно. Он же шикарный был, да? Мы помним, шикарный был футболист. Да, и забываем идти, Ксимак, Хохлов, Родимов. Родимов, да, в сборной кто играл. Ну, ну, к чему еще я хотел, в смысле, сбил. В смысле? Хочется еще того, чтобы зимой в водозависочной кампании, что видно, что Динамоцам, конечно, тем более травмы основных игроков подсекли немножко, и плюс еще не хватает действительно опытных игроков, игроков, которые добавили, прибавили бы. Потому что, видно, вчера даже выступал Генич, говорил, что он пред Чемпиатом говорил, что Динамо будет бороться в середине таблице. Но Динамо тяжело бороться даже с этими игроками в середине таблицы. Я тебя понял. Тогда скажи, мы все знаем статистику. Кто сменил тренера, по ходу чемпионата чемпионами не становится. Вот елки-палки. Ну, вылетает мне. А я надеялся. Я надеялся. То есть, получается, Динамо у нас уже отсеялось. Я тебе скажу, у меня всегда подсознательно сидит Долматов. Помнишь, когда он ЦСКА с какого-то последнего? Он со второго круга взял. На каком они месте были? На 14-м. На 14-м месте. И он их на втором месте закончился. Да, на первом месте. Но вторыми стали. То есть, были на 15-м и 14 побед подряд. Олег, а действующий чемпион Спартак, они под это... Были на пятом, а стали на первом. Там же был Оленичев тренером. А потом Каррера пришел, они стали чемпионами. Ну, Каррера пришел на втором туре. Ну, а что? Все равно же смена тренера произошла. Ну, не знаю. Навряд ли. Как это навряд ли? Вот тут статистика и рушится. Да. Нисколько не рушится. Получается, и у Динамо есть шанс. Нет, что такого. Сережа, скажи, пожалуйста, мне вот понимать, какая задача сейчас стоит перед Хохловым прежде всего? Наладить какую-то игровую модель? Или просто, прошу прощения за такой сленг, просто удержаться в премьер-лиге? Нет, ну, до Нового года ему надо, можно больше набрать очков в этой ясной дурачку. И он сам заявлял, что моя задача сейчас, да, поднять Динамо как можно выше. Раз. Но я думаю, он не говорит этого, но подсознательно он понимает, что, естественно, он будет строить команду, будет строить какую-то игру свою, как он видит. И я думаю, будет эта игра интересная, потому что Хохлов, как ты говорил, тоже такой был незаурядный игрок. Когда вот он был, я не знаю, как в Кубани, он там провел пять матчей, да? А вот в Динамо он там подменял, менялись тренеры, и он несколько матчей провел как главный тренер. Ну, он подменял Силкина. Да, менялись когда-то, да, Силкина на... Неплохо, да, я думаю, и дубль, он сколько раз приводил дубль Динамо к золотым медалям, так что... Ну, а Гришин, давайте вспомним Гришина, который был тренером ЦСКА молодежки, и сколько сейчас в последнем матче шесть человек из молодежного состава вышли играть за ЦСКА. Нет, ну это еще Гришин заслуга, я согласен, но здесь заслуга и главного тренера Гончаренко, что он им доверяет. Он мог сказать там, да, извини ты со своими, ну да, и хороший, но я доверяю вот этим игрокам. А вариант это есть у Гончаренко. Кстати, да, я согласен, Сережа, потому что Гончаренко тот специалист, который, наверное, раскрывает молодежь, и она играет и приносит результат. А Просудского не так говорили? Просудского не так, можно сказать. Но Сулский же не подпускал такой обойму игроков. Да, сразу же нет. Ну, а кто подпустил Головина? Кто подпустил Чавова? Кто подпустил Единичного? Ну, Единичного. Можно и на Бабкина взять, он тоже начал подпускать. Ну, на Бабкину, ну, это еще тогда. Да, тогда, тогда, в начале коррета. Ну, получается, нет, здесь я согласен с Костю, да, от тренера здесь. Гончаренко сразу же скачок виден, и я надеюсь, что эти игроки, которые выпускают, дай бог, каждому клубу, вот так вот, у Краснодар тоже, и владелец клуба заявлял, что мы хотим видеть в составе 11 воспитанников. Ну, хотя, но тоже мало. Сколько у них там, 1-2? Один играет. Один сейчас, да, попал в сборную мальчик там. Там капитаны команды сборной молодежи, но они постоянно в 2-й год уже попускают. Он есть и вот молодой тоже, который парень вышел, и в первой же игре, помним мы, да, в Лиге Европы забил, там, на какой-то 90-й минуте. Поэтому подпускает потихоньку клубы, ну, я думаю, что к 18-му году, наверное, мы всех не увидим, кого хотим, но, по крайней мере, есть такими темпами, Олег, я думаю, что сборную России ждет успех. То есть, к 20-му году, опять же, зависит от тренера. В 20-м году у нас там в Париже будет происходить чемпионат, да? В 2020-м, в 2022-м. Нет, в 20-м, в 20-м. Ну, Европа, по-моему, в Париже, если мне память изменится. Да, в Париже, а потом в Катаре. Ну, понятно. Так что, не понравилась самодача просто. Понравилась, если закругляться, так игроки молодцы, бились. За тренера, я думаю, тоже, за Хохлова, они... И самое главное, обогнали Ска Хабаров с турниром. Ну, нет, там, понимаешь, получилось, что, Ваня, я еще Олегу говорил. На два. Я был рад тому, что команды с нижней части таблицы практически все победили там, да? И немножко Динамо подпортили картинку. Но это интереснее стало. Посмотри, какая борьба вверху завязалась из-за этого. Так что, ничего страшного. Я думаю, Динамо... Внизу, да. Календарь неплохой. Думаю, до Нового года как-нибудь... Как-нибудь, выйдем в первую тройку. А там уже будем ждать заявки. В первой тройке будем ждать Динамо. Ну что ж, действительно, еще раз хотелось бы сказать Динамо, с кем болельщикам не унывать. Уверен, что эта команда еще покажет. И не раз, тем более, она уже это делала и Зенит, мы помним, и ЦСКА, и Спартак. А теперь и сам СКАХАБАР. Мне понравилось. Последний стыжок. Давай. Высказанный о Динамо, сказал, что боление за Динамо, это как взять ипотеку. Берешь один раз, расплачиваешься всю жизнь. Да, да, да. Согласен. Ну что ж, а мы переходим. Переходим к следующему матчу, который, я уверен, немножко с тревогой ждали болельщики этой команды. И, как говорится, слава богу, что их волнение не оправдались. Матч Ахмат-Спартак. Счет 1-2. И я уверен, что каждый болельщик знает, что играть в Грозном крайне сложно, потому что при своих болельщиках футболисты Ахмата выкладываются, мне кажется, даже не на 100 и не на 150 процентов. Иван, скажи, пожалуйста, в этой игре Ахмат что, недовыложился или Спартак все-таки превзошел сам себя? Перевыложился. Да нет, по-моему, очередная трудовая просто победа. Очень скромно. Очень скромно. Да, выиграли на классе, да. На трибуне не было главного болельщика. Нет, ну, приложили, в принципе, минимум усилий. И, как бы, по сути, игра-то честно равная. Потому что так, владение мячом, удары, там я посмотрел статистику, она примерно равна была. Ну, Спартаку повезло больше. И молодцы, мне понравился вот именно гол второй. То, что забили пенальти, сразу побежали, сразу забили ответ на гол и дальше сыграли уже на удержание. А я был уверен, я был уверен, что после пенальти, что Спартак пропустит и опять... Да это что? А, ну, во всем известном чате, это, блин, под названием «Все игры не мяча», это все обсуждалось. И вот тут вот Остапа там одного Спартака в целом понесло. Но он сразу же, скажем так, присел ровненько, 2-1, Спартак выиграл. Здесь другой момент. Вот Ваня сказал, что ему второй мяч понравился. Мне очень понравился первый мяч. Первый мяч Дениса Глушакова, когда Квинси промас, ну, это реально, реально умный футбол. Показал Спартак в своей атаке, все было четко, как будто это на тренировке. В итоге это все завершилось, взять им ворот. Ну, Спартак, ну, если не на классе, то, по крайней мере, я, если честно, тоже был немножко впечатлен, что из Грозного не все так вывозят три очка. Но тут вот было видно, что у Спартака есть шансы, и вот они как бы три очка. И они были реализованы. Вань, скажи, пожалуйста, вот мы с Сергеем разговаривали. И по этому матчу, когда мы готовились к этой передаче, и пришли к такому мнению. Стоит Спартаку только победить, все. Спартак возрождается, Каррера, Спартак чемпион, Каррера лучший тренер, Глушаков подписал контракт, теперь боги. Сивилю порвем. Сивилю порвем, да, и так далее, и так далее. Стоит Спартаку проиграть сразу, Каррера не тренер, Спартак ФНЛ, Глушаков контракт зря подписали. Надо покупать новых игроков. Надо покупать новых игроков. Скажи, пожалуйста, так где же все-таки настоящий Спартак? Вот как раз в этом и есть настоящий Спартак. Потому что от любви до ненависти, вот один шаг. Сегодня все Спартак любят, потому что это самая народная команда. Завтра ее все ненавидят, потому что она же, опять же, самая народная команда. Да, вот что мы в прошлом году во время чемпионства, о, Спартак опять 1-0 обыграл, о, а могли бы проиграть. И как, ну вот каждый матч так все время, выиграешь 4-0, да вам повезло, проиграешь, ага, вот вы проиграли. Вот, понимаешь, чем нравится мне болеть за Спартак? Это самообсуждаемо. У тебя другого выхода и нет, просто. Ты рожденный, да, во времена, когда Спартак доминировал и других команд вообще-то не было. Ты за кого? Мы за Спартак. Ну, я, наверное, тоже за Спартак поболею. Нет, у меня это... Наследственность. Я подтверждаю, Иван потомственный. Потомственный. Как и Розанов потомственный. Я что еще хотел сказать, что сдается мне, что мы к концу эфира все-таки найдем... Признаем все время свои публики. Найдем, найдем. На какой клуб, похоже, сборная команда России. Мне кажется, Спартакона абсолютно можно применять, да, это понятие. Можем выиграть, можем проиграть, можем бороться, можем... Все можем, да, потому она... Ну, а тренер будет про Спартаковец, понятно. Давайте еще немножко поговорим о Спартаке. Константин, ну, можно действительно, как и Иван говорил, народные команды по-разному относиться именно, да, к московскому этому клубу. Но, но, чего сейчас не хватает Спартаку от того сезона, когда он стал чемпионом? Чего не хватает? Не хватает стабильности, прежде всего, потому что Спартак, несмотря на вот эти 1-0, да, там, несмотря на довольно некрупный счет, Спартак стабильно набирал очки из матча к матчу и, соответственно, по турнирной таблице все выше и выше шел. К тому же у Спартака в том сезоне непосредственно при приходе Массимо Каррера, мы помним совсем по-другому все, как бы, внутри коллектива строилась. Грация, мы видели, как игроки обнимались, ну, там, чуть ли не, я не знаю, целовались, да, радовались. Это можно говорить в прямом эфире. Ну, хорошо, да. Вот, соответственно, вот этот вот момент непосредственно, вот эта вот искра, она была, и ее все видели. И, соответственно, это приносило результат. Сейчас результата меньше, искры тоже, как бы, меньше. Я думаю, что в том-то и задача главного тренера добиться того результата, защитить тот результат, который был вот в прошлом сезоне. Я не забуду момент, когда при награждении, да, вручении золотых медалей Массимо Каррера, он, значит, традиционно вышел, да, к микрофону, там, ну, все ждали пламенной речи, а он при всех снял медаль, положил ее во внутренний карман пиджака и сказал, это уже прошлое, нам нужно двигаться дальше. И вот, видимо, не все так получается. И это и травма игроков, и, значит, команда играет на двух фронтах. Либо во время отпуска все-таки походил с медалью, все-таки доставал на пляж. Тут много отличий, Олег, тут, да, команда играет и в Лиге чемпионов, и, соответственно, в Кубке России, в том числе и в чемпионате. У них на три фронта, как говорится, тогда Спартак был. Они в Кубке одну игру сыграли. Ну, какая разница, все равно команда в трех турнирах, скоро будут играть, да. Поэтому тут такой момент, я думаю, Спартака все получится, главное им вот эту искру зажечь, которая была в прошлом сезоне. Что ты имеешь в виду? Илья, ну что, Спартак будет чемпионом в этом сезоне? Нет, не знаю, мне гол Терека больше понравился. Гол Терека больше понравился. А его кто-нибудь бить? Конечно, если на того один мяч все-таки был забит. Кто из не болельщиков Спартака так пристально следит за награждением спартаковца? Кто в какой карман что положил? Костя молодец, конечно. Не, не, мне просто... Костя интересует около футбола, у него вот профессия около футбола, но не около футбольного, а вот связано с праздниками и со всеми делами. Поэтому он интересуется этими вещами. Я был на церемонии, да, почему нет, пригласили. Да, он вряд ли смотрел на гождение Спартака, думаю. Ну не знаю, не знаю. Ну что ж, действительно, Спартак, как всегда это говорит один из поклонников, скажем так, этой команды. Спартак возрождается, правда, с единственной оговоркой, что он возрождается практически через ту. Следующая тема, следующая тема нашей программы – Лига Чемпионов. Друзья мои, давайте поговорим о том, что ждет нас впереди. Итак, сегодня Спартак, Севилья, буквально остается, ну, даже, по-моему, чуть меньше часа до этого матча. Ну и завтра ЦСКА будет играть с Бенфикой, ой, с Базелем в это же время. Чего мы ждем от этого футбола, от этой Лиги Чемпионов? Группные победы наших команд, 6 очков железобетонных. Ой, подождите, ой, подождите, что так сердце прихватило от красоти нас? У вас же Спартака Лиза ЦСКА прихватила? Даже все равно, да? Не, ну вот, например, Олег, опять же, в статье, как и Иван, многие мы все читаем, видим, следим. Базель, вот, например, было в статье написано, приехал, чтобы взять 3 очка. В Севиль, я думаю, приехал, в том числе. Но наши команды, они на то и удивительны, что все вот эти вот атакующие редуты тех или иных персонажей, журналистов, или в том числе и команд, которые играют, они все просто напрочь их перечеркивают и как-то совсем по-другому играют. Вот, например, с Ливерпулем, Спартак. Было же заранее нам известно, что будет нелегко, и Ливерпуль, в принципе, может обыграть. Но Спартак себя по-другому немножко повел. Но вот если Манчестер и Нейт, мы знали, что хорошо сыграет? Ну, это Манчестер и Нейт. А вот здесь вот Базель и, соответственно, Севиль, мне кажется, что, пусть это и смешно прозвучит, но, на мой взгляд, команда должна, ну, одна ЦСКА или Спартак выиграть в этих двух странах. Скажи, пожалуйста, Иван, мы видим, насколько положительные эмоции, оптимистичные эмоции у Константина. У тебя-то есть такие оптимистичные настроения о том, что сегодня Спартак не просто сыграет хорошо, а добьется результата? Я уверен в этом. Ну, во-первых, еще, наверное, Костя забыл добавить о том, что все-таки Базель и Севиль, это каждая из групп, это те команды, которые наши клубы должны все-таки обыграть, либо минимум играть на равных с ними, а при хорошем расходе обыгрывать. Поэтому я надеюсь, что сегодня и Спартак покажет хорошую игру, и завтра ЦСКА. И здесь уже нет никакой неприязни, потому что всем хочется, чтобы российские клубы прошли как можно дальше. Соглашусь с тобой. Очки в копилку. У нас есть, ну, да, естественно, очки в копилку. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич. Да. Ну, мне хотелось бы, чтобы Спартак сегодня сыграл удачно, конечно. Другого выхода просто нет. Это первое. И второе. Вот Костя затронул момент, когда он снял медаль. Откровенно говоря, я этот эпизод тоже хорошо видел, и меня покоробило. Откровенно говоря, что он пренебрег медалью чемпиона страны по футболу. И я не поверил в искренность тех слов, что это якобы прошлый день. Это можно было сделать потом, а не при всем честном народе. Это мое мнение. Ну, я думаю, это в большей степени был такой пиар, что ли, ход, да. Это красивый. Может, эмоции какие-то. Шест какой-то был красивый. Неприятный. Ну, может быть, да. Может быть, может быть. Соглашусь. А Спартак, я думаю, сегодня должен сыграть удачно. У него просто действительно нет выбора. Если он сегодня проиграет, то тогда простите, все. Можно сказать, что он распрощается. Только Лига Европы. Это с Лигой чемпионов. Ну, это третье место. Да, да. Согласен. Спасибо. Спасибо большое. Я знаю, наверное, зачем он снял медаль. Да, зачем? Видимо, Конте тоже наблюдал за награждением. И потом он повез ему показывать, у кого медаль круче. Чемпион Англии или чемпион России. Они же друзья с ним. Кстати, между прочим, а Челси-то как раз проиграл в последней команде Англии Crystal Pays. Видите, как там все интересно. Что это значит? Дома. О том, что чемпионат Англии. Да, и, кстати, Севиль в последнем туре тоже проиграл. Проиграл. Да? Так, причем, самое интересное, Олег, что у Севильи, Севилья, да, проиграла она Атлетику. Не помнишь, Севилья как все играл? Не Атлетику, Атлетику. И в команде Севилья ключевая потеря, как мне кажется, это Нзанзи, француз, опорный полузащитник. Он непосредственно строит все, вот именно, разрушитель такой, вот. И его сегодня не будет в команде. Поэтому, мне кажется, Спартак сможет как бы воспользоваться этой информацией. И, возможно, как-то сразу же более агрессивно повести себя в данной встрече. Ну, будем надеяться, будем надеяться. У меня вопрос, Олег, к тебе по поводу игры ЦСКА. Да, она будет завтра. И, может быть, у ЦСКА побольше времени для восстановления. Хотя, наверное, это одинаково получается, да? Спартак же играл. Да, раньше. Чего мы ждем от ЦСКА? Бенфика, конечно, не Манчестер Юнайтед. Но, тем не менее, Бенфика, мы помним, разгромила... Господи. Причем, если Бенфика с Базилем играет? Господи, Базиль, да, я что-то все, у меня Бенфика второй раз уже ошибался. А Базиль разгромил в прошлом туре, да, со счетом, сколько там, четыре... Бенфику, да. Бенфику, да. Ну и ЦСКА обыграл Бенфику. Это все понятно. А теперь ЦСКА сходится с Базилем. Чего ждем? Ну, смотри, такая штука. Ничья 2-2? Воверена Коперника, когда он показывал священнослужителям, что смотри, смотрите, земля вертится. Они закрывали глаза и говорили, не хотим смотреть. Это Джордана Бруно. Джордана Бруно, ладно. Вот мы попробуем закрыть глаза и сделаем вид, что эти матчи развивают наших молодых футболистов, что они будут прибавлять от матча к матчу, и в скором времени мы увидим другой ЦСКА. Вот, что я хочу смотреть. А потом по скрипту мы увидим результат. В каком составе подойдет, Илья? Скажи, как там с игроками? Там вроде как ходят слухи, что двое поправится, да? Ввербам должен выйти и головин. Да, что для ЦСКА это большой плюс, потому что основополагающий. И даст бог, может быть, не успеет восстановиться Васин. А может быть, насколько это плюс? Так я и говорю, насколько это плюс, что возможно не успеет восстановиться Васин. Давайте Васина, пусть он к сборной готовится. Пусть он в сборной играет, да? Да, соглашусь. Конечно, конечно. Всем нашим командам победа, еще раз побед. Нет, ну и давайте, как говорится, не так много времени остается, а пронесемся голопом по Европам, да? В четверг нас ждут матчи Лиги Европы. Тоже мы следим за нашими командами, тем более у них неплохие результаты. Зенит дома будет играть с Руссенборгом. Наверное, это самый принципиальный соперник в плане распределения мест турнирной таблицы. Там еще генерал есть. Ну и Локомотив будет играть с Шерифом на выезде. Да, это молдавский Шериф. Молдавский тот самый Шериф. Ну, Шериф, конечно, как и вот команда, которая к нам приезжала из Чехии, они явные аутсайдеры. А здесь Локомотив и Копенгаген, как мне кажется, будут решать, кто из них займет первое и второе место соответственно. Потому что Локомотив, я был на домашней игре против Астафа. Мне безумно впечатлила игра Фернандоша. Это просто-напросто человек, который растет из года в год в нашем чемпионате. Ну и, скорее всего, наверное, класс команд в какой-то степени сказался. Да. А здесь Шериф, на мой взгляд, несмотря на то, что команду трудно вскрыть, но Локомотив едет, чтобы победить и взять три очка на выезде. Ну, то есть, как в одной кричалке, в одной из команд мы приехали, чтобы победить. Ну что ж, как всегда, как всегда, желаю побед и радости всем болельщикам этих команд. Ну и давайте вспомним, что уже выходные. У нас состоятся матчи 14-го тура. И мы посмотрим, какие команды с кем встречаются. Ну и определим для себя те или иные турнирные расклады. СКА Хабаровск-Уфа. Очень будет интересный матч. Тосно-Ростов-Рубин-Динамо. Наверное, центральный матч тура после Локомотив-Краснодар и ЦСКА-Зенит. Вот, Спартак-Амкар, Урал-Ахмат, ЦСКА-Зенит, как я сказал, да, Анжи Арсенал и Локомотив-Краснодар. Посмотрите, да, мне кажется, жеребьевка уже не первый раз за последние несколько лет сводит команды, да, конкуренты в одном таком туре, да. И, по-моему, в прошлом году было, там, ЦСКА играл с Зенитом, Спартак там играл с Локомотивом или там с Краснодаром. Но сам факт того, что такой тур случается, да. Илья, давайте-ка быстренько сделаем прогнозы. ЦСКА-Зенит. Ну, кто не смотрел игру с Краснодаром, тот увидит еще раз точно такой же матч, только в Москве. И счет будет такой же. 1-0 ЦСКА, да? Интересно. Березуцкий забьет. Интересно. Сереж, как ты думаешь? На ЦСКА? Да. Ну, центральное матче-то Урага. Если они сыграют так же, как в Краснодаре, то я согласен с Ильеем. Могут и победить даже. А Динамо-Рубин, допустим, если дальше мне хочется пройти, я хочу, чтобы не проиграли Динамо все. Хочу, чтобы не проиграли. По Локомотив Краснодар. Локомотив Краснодар. На мой взгляд, будет очень сложная игра. С малыми забитыми мячами. Либо 0-0, либо минимальная победа Локомотива. Ну, что ж, неплохо. Итак, Спартак-Амкар. Амкар, естественно, победит. Проиграет. 0-1. 0-1. А ЦСКА-Зенит 2-0 на Зенит, либо 3-1 на Зенит. Ну, что ж, в следующий вторник мы с вами встречаемся и будем говорить о чем? О победах ЦСКА, Спартака, Локомотива, Зенита, Амкара. Кого я еще не... А, нет, Амкар, мы договорились, что он не побеждает. В следующий вторник в 20.15 на телеканале Видное ТВ программа «Все грани меча». Болеем за своих. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»